Сибирский абрикос, оралия материковая или дуб зубчатый – все это краснокнижные растения приморья. Теперь их может увидеть каждый. Самые редкие саженцы собрали в одном месте и специально разместили на туристическом маршруте по дороге к ущелью Дарданеллы. Сделали это дети. Потрудился отряд девочек новые лесоводы. Они выкапывали лунки, сажали и поливали. Опыта в этом деле у них много. Каждый участник кружка с любовью относится к природе, и заботятся о ней регулярно. Все растения закупило Сергеевское лесничество в питомниках края. Пока девочки занимались самой важной работой, рядом взрослые установили баннер, чтобы каждый проезжающий видел это место издалека. А для удобства и комфорта соорудили маленький мостик через канаву и проложили тропу из щебня. Ее скоро покроют брусчаткой. Познакомить людей с краснокнижными растениями важно. Штрафы за вырубку и повреждения деревьев увеличат в десятки раз, вплоть до уголовной ответственности. Не спутать эти деревья и кустарники с другими помогут именные таблички, которые вскоре здесь появятся. Со временем хотим расширить парк не только краснокнижными, но и растениями, запрещенными в рубку. То есть они к красной книге не относятся, но рубить их запрещено. Это такие, как кедр корейский, пихтоцельналистный. Мне очень нравится следить деревья, ухаживать за природой, за растениями. Мне очень нравится смотреть, как они растут. Ну, очень нравится смотреть на природу.